Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одной удивительной пряности, которая называется кардамон. Разговор об этой пряности у нас начался, когда мы обсуждали пользу и вред кофе в одном из наших роликов. Многие наши зрители просили рассказать о разных пряностях, но в первую очередь о кардамоне, как пряности, которые очень часто используются совместно с кофе. Кардамон является ближайшим родственником имбиря и куркумы. Происходит с ними из одного семейства. Внешне растения кардамона очень напоминают также и растения имбиря. Я бывал в Южной Индии, там, где выращивают и производят кардамон для всего мира. Бывал на этих удивительных посадках пряных растений, поэтому знаю об этом растении не понаслышке. Кардамон считается высокополезным пряным растением, в первую очередь благодаря тому, что содержит большое количество эфирных масел. В умеренных широтах, то есть, ну и вообще в тех странах, где кардамон не выращивается, он продается чаще всего в виде вот таких вот, ну как бы сказать, коробочек, стручочков. Внутри этих стручочков находится большое количество мелких семян. Именно эти, красота, мелкие семена и обладают этим удивительным запахом кардамона. В связи с тем, что кардамоновое масло, масло очень быстро испаряется, к сожалению, молотый кардамон очень быстро теряет свои свойства. В этой связи не покупайте молотый кардамон, покупайте его всегда в виде вот таких коробочек. Перед использованием обязательно вскройте эту коробочку. Если вы хотите использовать ее в консервации, то в принципе коробочку можно и не вскрывать. За время хранения консервации, а надо сказать, что кардамон подходит безусловно ко всем абсолютно овощным блюдам и овощам, то за то время, пока оно будет консервироваться в банке, запах кардамона распространится на весь рассол и на весь продукт. Если же вы завариваете чай, то лучше всего эти семена оттуда извлечь, взять ступку с пестиком и немножечко измельчить, как бы надколоть, раздавить немножко эти семена, для того, чтобы за короткий срок масло кардамона могло насытить аромат напитка. То же самое касается и кофе. По своему опыту скажу, что вот одной такой коробочке, я вот просто вот так вот содержимое этой коробочки высыпаю в завариваемый кофе, в кофе заливаю кипятком и запах стоит просто прекрасный. Это очень хорошая пряность для кофе, для чая. Но, конечно, не только для кофе-чая. В мясные, в колбасные изделия, в супы эта пряность подходит очень и очень хорошо. У масла кардамона имеется одно замечательное свойство. Оно способствует выведению соединений щелевой кислоты из организма. Благодаря мочегонному эффекту. В этой связи, если у вас есть проблемы с эксалатными камнями, я это знаю точно, что вот рекомендуется употреблять кардамон в качестве пряности буквально ежедневно в различных блюдах. В напитках, мясных, картошку варите, еще что-то. Обязательно добавляйте кардамон. Во всех подобного рода способах оздоровления организма значение имеет не столько концентрация веществ, сколько постоянство их потребления в очень маленьких дозах. Поэтому заведите эту пряность себе на кухне и обязательно используйте для оздоровления. Всем, кто беспокоится о свежести своего дыхания, я также советую взять вот такую вот маленькую коробочку, буквально оттуда извлечь одно-два зернышка, раскусить на зубах и подержать во рту. Кроме антисептического эффекта, он еще обладает, этот кардамон, и дезодорирующим эффектом. Он придает приятный запах и убирает неприятный запах изо рта. Очень полезно это сделать не только утром, но и с вечера. В этой связи в полости рта на некоторое время будет сохраняться вот эта атмосфера, вот это насыщение маслами кардамона, которые как раз и обладают антисептическим действием. Попадая вот под щеки в какие-то, вот здесь вот карманы полости рта, масло это будет задерживаться и оказывать лечебное антисептическое влияние. Что ж, надеюсь, что наше путешествие небольшое в мир пряностей, в мир кардамона вам понравилось, и вы заведете эту пряность на своем столе. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!